Мне угрожают маленькие девочки! Ты, наверное, спросишь, как я оказался в этой ситуации. Всё просто. Для начала я родился, а потом... Ти***й, у КВД это ноль! А бы тебя навсегда заблокировали за недель! Я бы тебя так бы задавила бы! Животные, как тебе не стыдно? Фу, ты чмо, раз унижаешь КВД! Но чем же заслужил столь лестные слова в свой адрес? Всё очень просто. Снял безобидную шутку в ТикТок, которая неплохо так захайпила, как в ТикТоке, так и в Ютуб-шотсах. Интеллектуальный уровень индивидуума, так же, как и целой группы, можно частично оценить тем, насколько у них развита самая ирония. И играть на чувствах неразвитых гомункулов является одним из моих любимейших занятий, но, к сожалению, с тех пор, как шутить про геншин стало непопулярно, я страдал. Но, ребята, кажется, мною был свой ванжек в пот. Не смешно! Лучше бы ногами тормозил! Что за люди! Мне хочется, чтобы все такие люди у**ли! Мне хочется кричать! Уже весь мир уже оброгнился! Если вы вдруг отстали от современных трендов, то рассказываю, шкибни, туалеты уже не в моде, нафиг это старческое дерьмо! Сейчас, чтобы быть на хайпе, надо одеть маску животного, встать на четвереньки, вставить себе хвост и делать вид, что ты собака! Или проще заниматься квадробникой! И в последние месяцы этот тренд набирает популярности и выходит из-под поля. Меня отменят за то, что я это просто смотрю! Сейчас увидеть квадроберов живой, так сказать, в среде обитания можно практически в любом парке любого большого города. Мало того, что это выглядит как минимум странно, они еще и заработали себе не самую лучшую репутацию, потому что в погоне за тем, чтобы быть максимально похожими на животных, они кусаются, лают на прохожих, едят кошачий корм, ну и в принципе ведут себя вызывающе. Я прохожу мимо них, и одна из них хватает меня за штанину и такая... Лично мне на квадробера по большому счету все равно, потому что, ну, меня они не кусали, да и, как говорится, чем только люди в молодом возрасте не занимаются. Вот я в свое время любил побить крапиву палкой. И ничего, нормальным человеком вырос. Что значит нет? Но увидев возможность по-легкому срубить просмотром неплохим видосиком, я не сдержался. И не то, чтобы результат меня как-то огорчил. Наоборот, я настолько им восхищен, что хочу поделиться им с вами. В основном комментарии делились на два типа. Первый это просто оскорбление. Ты пи***ь. Вторые же пытались сделать акцент на моем недостойном поведении. А выглядишь взрослым. Ради взрослый мужик, на долб... Вот казалось бы, у каждого второго в описании флаги выдуманных государств, а они занимаются эйджизмом, осуждая меня за возраст. Да и на что рассчитаны подобные комментарии? Что я их прочитаю и вдруг осознаю, как я ошибался, что посмел жить не так, как они хотят, чтобы я жил? Все это осознаю и брошу все, чем я занимаюсь и что мне нравится? А фиг там. Инфантильность наше все. Ты всегда можешь вырасти, стать серьезным, угромым, серым взрослым мужчиной, который даже не может позволить себе посмотреть новый мультик от Pixar, потому что мультики для детей, а я взрослый. Но дороги обратно уже нет. Вот вроде взрослый мужик, а по видосам не скажешь. Наверное, потому что они не рассчитаны на то, чтобы их смотрели мужики после завода. Они рассчитаны на так называемую целевую. А вот на кого рассчитано твое творчество, понять сложно. И как же сильно они любят додумывать то, чего вообще не было, и обвинять меня в том, чего я не делал, говоря какие-то ужасные вещи. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Во-первых, в маске не хочу хвастаться, но это я. А во-вторых, утихомей свою фантазию, в видео я просто подъехал с ними поздороваться. А то, что додумала твоя извращенная фантазия, это уже не мои проблемы и с реальностью не имеет никакого отношения. Но это еще ладно, некоторые настолько потеряли контакт с реальностью, что это пугает. Окушение на убийство, я звоню в полицию. Суд подал. В тюрьму сядешь, все же человека переехал. Я понимаю, что человеку, которого в детстве воспитывал планшет вместо родителей, это будет понять довольно сложно, но очень часто видео в интернете не имеет с реальностью ничего общего. Таким же самым успехом ты можешь подать в суд на Таноса за то, что он стер половину вселенной. Вы слышите, слышите? Это не учебная тревога. Кажется, мы нашли самого умного из их представителей. Долбай! Еще тормоз не нажал, а уже знаешь, что тормозов нету. Долбай ей же! Вот, казалось бы, вроде весело записывать это видео, но до чего я докатился? С кем я пытаюсь спорить? С квадроберами? А кто следующий? Иван Золо? Самым распространенным аргументом среди защитников квада является то, что на самом деле это не какая-то шиза для людей, которым нечем заняться, а на самом деле это спорт. Квадроберство это просто вид спорта. Думаю, у меня не выйдет строить из себя какого-то специалиста в спорте, но на этот случай у меня есть поучительная история. Как-то раз я решил заниматься спортом, а именно отжиманиями от пола. И делал я это неправильно, с ошибочной техникой, из-за чего я вывихнул себе лопатку и на самом деле страдаю от этого до сих пор. Так вот, к чему я это? Я, конечно, все понимаю физическая активность, но руки, вот эти вот, да, у некоторых клешни, они не предназначены для того, чтобы на них ходить. Миллионы лет эволюции сделали из рук не то, чтобы идеальные средства для ходьбы. Так что выиграть золотую олимпийскую медаль в этом виде спорта, скорее всего, вам не светит. А вот вывихнуть себе руки, лопатки, суставы, это очень даже просто. Ненавиди квадроберов равно ненавиди косплееров, ненавиди фудеров, но ненавиди косплееров. Все сводится к тому, что ты лицемер, я ж ненавидишь квадроберов и фудеров, а косплееров нет. Блин, как же охуенно побеждать в выдуманных спорах у себя в голове. Во-первых, с чего ты за меня решил, как и к кому я отношусь. А во-вторых, если все-таки считать твою логическую цепочку верной, то я бы на месте родителей насторожился. Потому что это, конечно, касается не всех, но иногда подобные наклонности приводят к довольно стрёмным вещам. Ты Фури надо понимать, да? Состои Фури в сообществе еще в 2010 году. А ты на каких-нибудь сходках для Фури был? Они вообще есть? Я ходил на квартиру к основателю. Все застряло, куча делов, валяются, уже использованные. Днем все веселятся, тусят. Как только наступает ночь, лучше выходить на улицу, потому что там начинается жесткая хуйня. Но вы не подумайте, что все они такие безобидные. Некоторые из них знают, как заставить меня страдать. Дизлой! Отпывка! Дизлой! Вы же думаете, это так работает, да? А если серьезно, то попадались и неплохие аргументы. У тебя ведь на ютубе было видео, где ты рассказывал, как тебя буллят все детство. Так как ты отличаешься от остальных? Тебя, видимо, ничему не научил буллинг. И это правда, у меня действительно есть видео о буллинге в школе. И вы даже можете его посмотреть и подписаться на мой канал. Но все же я смею предположить, что когда тебя толпой избивают ногами после школы, выкидывают твой портфель, поджигают тебе пиджак. Это не совсем то же самое, что шуточное видео в ТикТок, который не имеет любого оскорбления, который не нацелено на определенного человека, и который не имеет системного продолжительного характера, что является необходимым для определения такого действия, как буллинг. Квадроберы намного лучше тебя, чел. Согласен. Ты дебил! Бла-бла-бла-бла-бла. Если ты будешь заниматься твоим любимым делом, и тебя будут осуждать, тебе будет приятно? Чел, зайди практически под любое мое видео в комментарии, и я уверен, что почти 100% вероятностью ты найдешь там людей, которые издеваются с меня за мою картавость. Человек человеку враг, и в интернете, где люди скрываются за маской анонимности, никто не мешает им проявлять свою истинную сущность. Вот спроси меня, хотел бы я жить в мире, где этого нет, где все люди добрые и обходительные друг с другом? Да. Возможен ли такой мир? Нет, потому что это идет вразрез с сущностью человека. Ай, доля воровская... Во веки веков люди задавались вопросом, что является истинным перворожденным грехом. И квадроберы не исключение. А что-то знаменитация? А, вы же не понимаете. А что с ними не так? Это что, грех какой-то? Ну, как бы да. Я, конечно, не являюсь экспертом в религии и ведении, поэтому я спросил чай GPT. И теперь могу ответить, что осуждение, либо же прямое указание на греховность уподобанию животным имеется во всех абраамических религиях, что включает в себя христианство, мусульманство и иудаизм. Даже лично Иисус на моей стороне. Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боль, наткнись на каждый, который он споткнулся, и только после этого говори, как правильно жить. Ну, я как бы не хочу хвастаться и не то, чтобы сильно этим горжусь, но это, по-твоему, что? Ты хоть представляешь, на чем держится этот пипедастер? Ну, и раз уж мы заговорили цитатами, то два раза в одну реку не войти. Да и не нужно этого делать. Для того, чтобы понять, что чел, обмазався говном, не обязательно самому обмазываться говном. Я понимаю, что аналогия это не аргумент, но они же этого не знают. Если отказали таймоза, надо признать, что ты по жизни тупой, например, как автор видео. Кхе-кхе-кхе, не один, а целых два диплома магистра. Ну, явно не глупее тебе. Думаю, вы понимаете, что я бы не стал снимать это видео только ради ответов на эти комментарии. Демонстрируя их вам, я просто хочу показать кричащее меньшинство, вечно недовольных, вечно ущемленных и вечно обиженных людей, крики которых в последние годы становятся все громче и все общиннее, и которые своими воплями в комментариях и в твитах просто портят жизнь большинству людей. Вот скажите мне, пожалуйста, когда последний раз выходила полноценная, смешная кинокомедия или смешной стендап? Я, пересматривая старые стендапы Джорджа Карлинга и Луиси Кея, понимаю, что сделать что-то настолько же смешное, острое, мёдкое сейчас, ну, практически невозможно. Юмор действительно смешной и отборный, он не может никого не задевать и нравится всем. Он оттого и смешной, что по своей сути он деконструирует принятые социальные нормы и чётко попадает в самые табуированные и щепетильные темы. Но сейчас это, наверное, невозможно, потому что люди живут слишком хорошо, и у кучи людей появилось достаточно свободного времени, чтобы тратить его на споры в интернете, чувствуя свою невероятную важность, при этом являясь никем пустышкой с раздутым эром, который усиливается ещё больше в интернете, потому что их в интернете окружают такие же собратья по разуму. И чтобы их заагнуть, не нужно сильно стараться. Иногда, в прямом смысле, не нужно делать ничего, потому что однажды меня уже пытались отменить в Твиттере. И всё почему? Всё потому, что какой-то тип с моим лицом на «У себя на аватарке» писал шуточные твиты, из-за чего оскорбили защитники угнетённых и начали делать посты с моими фотками, оскорбляя меня. Сделать что-то с волосатой манганкой, которая у тебя почему-то на лице. То есть им хватило ума, чтобы по аватарке найти меня в соцсетях и другие мои фотографии, но не хватило ума додуматься, что у меня нет Твиттера. Ни в одной из моих соцсетей не указан Твиттер и нет ни одной ссылки на Твиттер. Почему-то так выходит, что, как правило, люди, которые больше всех кричат за права, за равенство, за уважение к окружающим, первыми и с невероятной жестокостью нападают на любого, с кем у них хотя бы немножечко не сходится мнение. Часто таких людей называют либералами, но как бы суть либерализма, она заключается в плюрализме мнений, в том, чтобы твоя свобода слова была гарантированным и неприкосновенным правом. А это просто леваки, вследствие распространения совковых идей на Западе, объединяющим фактором для которых является защита всех угнетенных классов, несмотря на то, насколько бы абсурдными и вредоносными они бы ни были. И напоследок я хочу продемонстрировать вам самый сильный аргумент, который я только смог найти, прочитав тысячи комментариев. А вы не забудьте подписаться на канал, на мой телеграм и поставить лайк. До скорых встреч! Ты оху! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok